Идеальный умный дом, конечно, должен работать без участия человека. Сам включать и выключать свет в зависимости от условий окружающей среды, открывать и закрывать шторы, регулировать яркость света в помещении, ну и другие параметры. Однако есть люди, которым важно лично управлять этими процессами. Для этого используют смартфон, голосовой помощник, NFC-метки, ну и непосредственно переключатели и кнопки. Сегодня поговорим про беспроводную кнопку Xiaomi. Меня зовут Дмитрий Андреев. Привет! Давайте рассмотрим, что находится непосредственно в комплекте поставки. Вставляется кнопка вот в такой белой лаконичной коробке. На лицевой стороне изображение самой кнопки, а на задней ее характеристики. Внутри нас ждет инструкция на китайском, то есть маленький буклетик вот такой. Непосредственно сама матово-белая кнопка и, кстати, уже с установленным двусторонним скотчем. И еще один дополнительный комплект двустороннего скотча также здесь есть. На задней крышке кнопки расположена кнопка сопряжения, вот она здесь, и световой индикатор, который тоже будет необходим при сопряжении кнопки со шлюзом. На лицевой стороне может быть логотип как Mijia, как у меня, либо логотип Xiaomi. Это две идентичные кнопки, ничем не отличающиеся. Дело в том, что логотип Xiaomi делали на кнопках, которые выпускались до того, как все устройства перешли под суббренд Mijia. Поэтому с логотипом Xiaomi это просто более старые кнопки, чем Mijia. А так абсолютно одинаковые. Диаметр кнопки 50 мм. Толщина 13 мм. Весит всего лишь 19 грамм. Рабочая температура от минус 10 до плюс 50 градусов Цельсия. Приотносительной влажности от 0 до 95%. То есть сразу делайте скидку, подходят ли эти параметры под ваши климатические условия, чтобы, например, использовать эту кнопку на улице, например, в качестве звонка. Ну и стоит она 560 рублей. Кнопка умеет в три режима работы. Одно нажатие, двойное нажатие и долгое нажатие больше трех секунд. Будет ли работать с российским сервером в Mi Home? Определить очень легко. Если на коробке иероглифы, как у меня, значит устройство предназначено для китайского рынка и с российским сервером работать не будет. То есть мы это устройство будем подключать только к серверу материковый Китай. Эту проблему можно решить. То есть вот эту несогласованность, когда у вас часть устройств российские, часть устройств китайские, можно решить, например, с помощью модифицированной версии Mi Home от VEVS. Очень рекомендую. Ну, либо покупать только китайские устройства и не знать никакого горя. Разница лишь в том, что китайский сервер работает на какие-то доли секунд дольше, чем, собственно, российский. Какой нужен шлюз? Шлюз может быть любой, поддерживающий протокол Zigbee. Это может быть хаб Xiaomi, они все поддерживают Zigbee. Также хабы Acara и также Zigbee стиками в Home Assistant эта кнопка тоже работать будет. Работает ли кнопка с Apple HomeKit? Работает при помощи Acara Hub. Работает ли кнопка с умным домом Яндекса? К сожалению, нет. Обратите внимание, что расстояние от кнопки до шлюза не должно превышать 15 метров. Это максимальное расстояние для протокола Zigbee, по которому работает кнопка. Итак, заходим в приложение Mi Home, жмем плюсик в правом верхнем углу, находим беспроводной переключатель Mi. Далее с крепкой от смартфона зажимаем кнопку сброса на кнопки не меньше, чем на 3 секунды, пока индикатор не мигнет 3 раза подряд. На экране смартфона появится устройство «Подключено». При необходимости определите кнопку в одну из комнат и переименуйте. Вы восхитительны? В паре со шлюзом кнопка может выполнять роль дверного звонка. Для этого в приложении Mi Home кликните на изображение шлюза. Далее в правом верхнем углу нажмите на три точки. Выберите дверной звонок. Напротив щелкните, активируйте переключатель. Далее нажмите на дверной звонок, чтобы настроить мелодию, громкость и уведомления на смартфон. Вы восхитительны? Можно не только включать-выключать умную лампу, но и регулировать яркость или менять цвет. Делается это так. Откройте приложение Mi Home. В нижней части экрана выберите «Автоматизация». Далее в правом верхнем углу нажмите на плюсик. Выберите вашу кнопку. Укажите тип нажатия. Например, однократное нажатие. Далее выберите вашу умную лампу. И выберите, что должна лампа исполнять. В правом верхнем углу нажмите на галочку, задайте название этому сценарию и нажмите «Ок». Вы восхитительны? Еще у меня есть проблема со светом в ванной, решить которую мне поможет кнопка. Дело в том, что я дико люблю полежать в ванной с книжечкой, а свет у меня автоматизирован под датчиком движения. С помощью кнопки я буду отключать выполнение сценариев в ванной на время пребывания и наслаждаться светом неподвижно. А раньше мне приходилось через какие-то промежутки времени махать руками, чтобы свет снова включался. Так что вот такая удобная фича. Лично я купил эту кнопку лишь для того, чтобы включать осветительные цилиндры над кухонным столом. Сейчас это делает Алиса, но из-за работающего телевизора она не всегда меня слышит. В общем-то собираюсь к этой кнопке приклеить сюда магнит и крепить ее на холодильник. Расскажите в комментариях, как вы используете кнопки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok